Вот вам новость. В Беларуси, кажется, появился целый государственный комитет по жалобам. Только называется почему-то государственным пограничным комитетом. Руководит этим ведомством вот этот мужчина. Это Анатолий Петрович Лапо. И в последние месяцы и он сам, и его подчиненные постоянно жалуются. Жалуются на украинских пограничников, которые мешают им жить. Ну вот, ставили мин прямо на асфальт. При граничной дороге полностью заминированы, заминированы, плод от того, что ставят против танка, мины, труда на дорогу. Еще Анатолию Петровичу не нравится, что с украинской стороны на границе есть какие-то посторонние люди. Скорее всего, имеется в виду территориальная оборона. Вот буквально на днях он вдруг взял и выдал потрясающую фразу. Так сказать, с двойным дном, цитируем. На границе должен быть пограничник и больше никого. Тогда будет мир и спокойствие на границе. Никаких провокаций не будет. Анатолий Петрович, отлично сказано. Вообще не поспоришь. Только почему тогда, 24 февраля прошлого года, с нашей стороны на границе были не только пограничники? Вот это вот кто по-вашему? Белорусские туристы едут на рынок в Чернигов? Или в Затоку на зимнюю рыбау? А это, наверное, жители Гродно пытаются попасть на закупы в Белосток. Короче говоря, с белорусским госпогранкомитетом случилась удивительная трансформация. Давайте об этом поговорим. Напоминаем, что мы будем очень рады. Лайку и подписке. Спасибо. Раньше на границе Украины и Белоруссии все было нормально. В основном через нее ездили туристы, дальнобойщики. Ходили местные за грибами. И никаких вопросов ни у кого друг к другу не возникало. Иногда только во время разных политических событий в Беларуси пропагандисты вдруг заявляли, что из Украины к нам лезет то ли оружие, то ли какие-то боевики. Даже видео было в 2017 году с джипом. Якобы он прорывался в Беларусь. Тогда про это много говорили по телевизору. Во время протестов против декрета о тунеядцах. Но потом про этот джип просто взяли и забыли. Было дело, а потом не стало. Но за исключением таких моментов все было спокойно, тихо, мирно, пока 24 февраля 2022 из Беларуси в Украину внезапно не поехали российские войска. Вот это знаменитое видео. Тут пункт пропуска Сеньковка, через который прет бронетехника. И похожая ситуация была в другом пункте пропуска Вильча. А с белорусской стороны он называется Александровка. Оттуда российские военные колоннами поехали брать Киев за три дня. В том направлении как раз Бородянка, Ерпень, Чернобыль. Через Вильчу огромное количество белорусов раньше ездило в Украину по своим делам. Вот поглядите, что осталось от этого пункта пропуска после того, как там побывала российская армия. Все покурожено, разрушено. Что все это время делали подчиненные Алексея Петровича Лапо, а ничего не делали. Они, видимо, просто стояли в стороне и смотрели, как российские военнослужащие едут вторгаться в Украину. То есть совершают акт военной агрессии. Хотя буквально за пару дней до этого сам Лапо и министр обороны Белоруссии Ренин обещали, что из нашей страны никто ни на кого нападать не будет. Получается, обманули. С украинской стороны пограничники оценили это как предательство в буквальном смысле. Посла Белоруссии в марте прошлого года, перед тем, как он уезжал из Украины, отдельно попросили передать пламенный привет Анатолию Лапо. Значит, наш глава Державной Прикурдонной Службы Украины, генерал-майор ДНК, Сергей Васильевич, наказал передать вашему председателю пограничного комитета Республики Белоруссии, генерал-адимент Анатолию Лапо, пламенный привет и лично передать 30 серебряных. Это приказ. А еще глава украинских пограничников отдельно отправил Анатолию Лапо вот такое письмо. Вопреки добрососедским отношениям, 24-26 февраля 2022 года при полном содействии Республики Беларусь осуществлена открытая военная агрессия Российской Федерации против Украины, используя боевую авиацию, баллистические ракеты, артиллерию, танки, бронетранспортеры, наземные войска и другие средства с территории Республики Беларусь. И там внизу «Будьте вы прокляты, твари!» с презрением председатель государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Дейнека и подпись «Официальный документ, между прочим». Можно рискнуть и предположить, что именно после этого Анатолий Лапо взял и обиделся на украинских пограничниках. Хотя у них причин обижаться намного больше. Ну и с тех пор с украинской стороны границы появились стены, рвы и мины. Там на случай повторного вторжения проводят учения территориальная оборона. И между делом украинцы, кажется, откровенно троллят белорусских пограничников. А им, само собой, это не нравится. Макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали «Валерой». Сказали, что это военнослужащие убитые под Киевом. Это все делается с целью какого-то устрашения. Это делается с целью какого-то психологического давления на военнослужащих. Оскорбительные жесты, угрожающие сторону пограничников. Да, выглядит очень страшно. Хотя в Белоруссии некоторые деятели еще пострашнее. Дальше будет полное уничтожение Украины. Это будет уничтожение Украины. Еще с украинской стороны на границе ставили проектор. Там показывали видео о войне, Лукашенко и самое страшное. Кадры с бело-красно-белыми флагами. А на 9 мая вообще поставили вот такие билборды с надписью «Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм». В Белоруссии пытаются на это отвечать. Тоже вешают большие плакаты. На таком обещают помочь украинцам найти настоящих оккупантов. Вот тут даже волшебную линзу нарисовали. Если через нее посмотреть на статую «Родина-мать» в Киеве, то увидишь американский флаг. Интересно, может у Лукашенко в очках такие же линзы стоят? Это бы многое объяснило. Они же сволочи, американцы же ведут, они же с космоса видят все. Было и такое видео. На нем белорусские пограничники пытаются сбить маленький квадрокоптер. Есть, кстати, сомнения, что он вообще залетел в нашу страну. По кадрам точно не скажешь. Пограничники тут чуть друг друга не застрелили при этом. Аккуратнее, блядь. А в квадрокоптер так и не попали. Но этому нечего удивляться. Из Калашникова попасть по такой цели не каждый сможет. На такое дело надо было брать дробовик. В общем, точно ясно одно. В предстоящие месяцы мы увидим еще не одну такую новость, в которой наши пограничники будут жаловаться на украинцев. Они точно не собираются убирать свои демонстративные мины и закапывать противотанковые рвы. А их, скажем так, недовольство белорусскими коллегами понять очень легко. Потому что при их попустительстве российские войска превратили север Киевской области в зону боевых действий. Даже когда эта война закончится, хорошего отношения к себе со стороны Украины к белорусскому госпогранкомитету ждать не стоит. И это, скорее всего, очень надолго. Субтитры создавал DimaTorzok